я вспомнил что я забыл записать видео про аренду байка чангмая когда мы приехали из банкока в чангмай мы взяли байк и поехали на нем в паре вот сейчас я постфактум тогда запишу потому что здесь в конторе у ребят забираю свой байк вот так это выглядит то есть у них большой ангар на самом деле сейчас байков не очень много но обычно больше вот есть соответственно всякие разные большие мотоциклы там эндюро и обычные дорожные но вот в основном востребованы вот такие вот скутеры автоматически или полуавтоматические 125 кубов они в основном то есть вот такого типа вот yamaha mio 2500 бат в месяц то есть это меньше 100 долларов стоит вот это мой байк и обоставлял ребятам на проверку пока ездил в банкок вот это собственно офис ребят сейчас покажу блога и телефоны вы их можете найти на google maps и везде они есть вот значит история какая вы приходите говорите какой вам байк нужен смотрите выбираете там когда их много не знаю можно по цвету себе под костюм подобрать есть полуавтоматы есть автоматы тоже кому что я например взял автомат потому что у них есть вот такая вот площадка внизу и соответственно когда едешь там можно багаж ставить вот и полуавтоматов такой площадке нет и там немножко мне неудобно с багажом ехать короче убирайте байк уточняете там цену на какой срок вы берете можно и посуточно можно помесячно и так далее вот потом заполняете бумажки там простые оставляете свои данные в принципе права никто не спрашивает поэтому это ну как бы на ваше усмотрение есть права с категории или нет но горишники могут тормозить и штрафовать без прав но особенно в больших городах там типа чем мая вот заполняйте все бумажки осматривайте байк фотографируйте его или видео снимаете потому что за всякие там косяки и царапины будете отчитываться деньгами потому что страховки нет и здесь это обычная практика что страховки нет но здесь у них включена медицинская страховка то есть если вы там попадете в аварию или просто упадете с байкой вам нужно будет в госпиталь то вы потом эти бумажки приносите и вам возмещают эти убытки берете шлем у них тут целая комната с шлемами выбираете себе какой хотите шлем я вот рекомендую такие вот полу закрытые брать со стеклом потому что во первых все эти насекомые в лицо не летят от солнца защищает вот здесь важный момент выбрать шлем у которого стекло не сильно покорябанно потому что иначе будет слепить из-за царапин будет преломляться солнце будет очень сильно слепить особенно вечером или в сумерках когда фары светят встречных машин можно также у них по моему за 300 бат можно новый вообще шлем купить который еще никто не носил и я думаю что потом его можно им издать там не знаю за полцены условно что еще в принципе на обслуживание на техническое вы также можете приезжать они все там починят если какая-то проблема ты тоже починят или вот как нечестно при рассказали если там проблема повторится то я могу поехать так как я нахожусь не в чем мая по я могу поехать к механику починить байк что там будет поломано и потом им привести счет они мне эти деньги выплатят если нужно будет это сделать какую-то починку все короче все просто все легко арендуется недорого и удобно здесь конечно на байке хорошие дороги движение в принципе нормально и короче рекомендую байк хороший повод поучиться поездить на байке что в каких-то странах там типа россии где байк движение не очень развита там так довольно опасно ездить и учиться здесь сама все я поехал в паре находимся в офисе у ребят тут все оформляется вот здесь у них всякие памятки про медицинскую страховку и кстати в байке еще аптечка лежит с какими-то минимальными средствами вот потом про значит стоимость этих поломанных частей если что-то вы там закосячить и поцарапать и так далее тут прям по разным моделям байкам написаны цены всяких этих штук и что еще а вот например еще есть список штрафов которые могут написать потом вот такая вот история что по номеру байка есть камеры и могут приходить штрафы и потом нужно будет вам тоже их выплачивать но и всякие такие памятки ok bye bye see you thank you